Субтитры сделал DimaTorzok Или я могу это забрать? Ходёшь на ручки ко мне? Ты чё ручной? Ты ручной, Сич? Ну, привет! Ну, привет! Я только что осознала обалденную вещь. У меня пролинял конюк, который должен был быть под выпуск. И который как раз менял оперение в вольере. Был весь драный. А теперь он не драный. И я могу его выпустить. Да. Вкусная, вкусная перчатка. Отвратительно. Устраиваем капитальный субботник у воронов в вольере. Выгребаем наполнитель, меняем присады. В общем, всё полностью будем сейчас переделывать. Потому что вы всё сломали опять. Всё сломали. Это ёж. Соседи принесли нам ежа. Теперь у меня центр реабилитации птиц и ежей. Честно говоря, я вообще не знаю, что делать с млекопитающими. Но у него сломана нога. Или вывихнутая. И у него проблемы с глазками. Ещё он может быть бешеный. В общем, я вообще не умею ничего делать с млекопитающими. Мой предел это собаки. Но спасибо коллегам из других реабилитационных центров, которые сказали, что делать в первую очередь. Он живой, да. Хотя кажется, что он не живой. Но нет, он живой. И он, в общем, пышет на меня злобно. И не хочет со мной иметь ничего общего, как и любое дикое животное. Сейчас попробуем обработать глазки, дать обезболивающее. И постараюсь в ближайшей попытке отправить его в Москву. В общем, к коллегам нашим. Ты готов ассистировать? Да, я наделась. Отлично. Чёрт. Бери и жать его. Только аккуратно не урони его. Ну вот, смотри, у него даже есть сила сворачиваться. Да, есть сила сворачиваться. Когда он был мужчина, он не сворачивался. Ему нельзя ничего дать понюхать, чтобы он такой, типа, можете меня... Можете обработать мне глазки? Да. Нет? Не знаю. Господи, я вообще не знаю, что делать. Ладно, я сейчас не буду это снимать дальше, потому что мне нужно как-то обработать ему глаза от этих гнойных корок, и у меня нечем держать телефон. А ножку что делать? Что? С ножкой? С ножкой давать обезбол. Ничего не сделать с ножкой. Ну, я и мы... Ножка, судя по всему, вывихнута, Ксюша. Там, ну, я, по крайней мере, то, что я могу прощупать перелома, я не чувствую. А вправить вывих ежу я точно не смогу. Это не в моих силах вообще. Ну, ладно. Я надеюсь, что его заберут в Москве потом коллеги наши, которые занимаются помощью ежам. Он поет что-то? Он чуть жива, но, по-моему, он не проживал. Да, даже сейчас, напомню, пьет или нет. Глазок у ежика нет. Ежик слепой совсем. Непонятно, что произошло. Погода у лед. Бедный мокрый норд. Сидит под навесом. Дорогу, наверное, опять разведет. Вчера, как вечером начался дождь, вот он так и продолжается. Единственная птица, которая норм под любым дождем. Я сегодня встала утром кормить птенцов. Вчера приехали еще птенцы, да. Вчера поздно вечером, короче, приехала еще куча дроздов, скворцов, боронов, короче, все маленькие. Утром пришлось вставать, начинать тоже всех рано кормить. В итоге часов восемь утра я вырубилась и проспала до одиннадцати. Слава богу, что Лариса кормила всех просто, пока я дрыхла на диване. Ну, просто я такая, типа, прилегла и очнулась только в одиннадцать. В общем, весело. И это еще только вот конец мая, то есть сезон птенцов, он как бы вот начался только. У Пипы какие-то офигительные просто отношения с собакой, с Мора. Мора там лежит рядом с прудиком, а Пипа его избивает. И Мора никуда не уходит, он просто терпит. Я не знаю почему. Мне кажется, ему это нравится. Норт гуляет. Вот-то вот он сразу убегает, если Пипа на него нападает. А Мора лежит. Пипа просто его уже минут пять, наверное, там жрет. Даже он забыл, что я ушла. Да, зайчик, ты что там делал? Скажи, пожалуйста. Ворона, ты задолбала сбегать, какать здесь и раскидывать мои лекарства. Хочешь сказать, что ты прям уже бегаешь, да? Ну-ка, давай. Покажи. Ну что, в клетку тебя пересадить? В клетку? Или вообще в вольер выселить? Нормальная ходячая ворона. Вот тебе и травма позвоночника. Сейчас мне телефон ужасно глючит. А, да, я колечки на нее тоже надела. Ну, это просто маркер, чтобы я понимала, что это вот та самая спинальная ворона. Ну, не снимешь, не снимешь. Давай, я хорошие маркеры на тебя надела. Давай. Вставай. Ей расхаживаться нужно, поэтому... Я решила пока высадить ее в вольер. Тут, в принципе, в вороньем вольере агрессоров нет. Поэтому... Ее не должны обижать. Она сама уже предпринимала попытки бегать, так что я думаю, что... Ей это должно пойти на пользу. Тут вкуснее, что ли? Здесь... Ура! Ты... Ты... Ура! Ура! Наконец, тоже закончился. Да, мы вчера убрались у врановых. Наконец, сделали им надёжные присады. Посередине у них теперь качельки. Такие тоже очень надёжные. Надеюсь, они их не уронят и не сломают. Врановых, конечно, ну вот воронов что-то дохрена просто. Просто дохрена. Радует только то, что большая часть всё-таки на выпуск, в идеале. Ну, если ничего не случится, то на выпуск. Чё, Лавр? Чё, Лавр? Нет, внутрь нельзя. Мы выгребли кучу гумуса из вольера, которые я планирую потом использовать для удобрения огорода. Это кости. Просто кости. Я всё равно сейчас выброшу эту на помойку. Правильно, Пип? Так ему. Это чё он? Ха-х Psalms Он, например, смеешь отряду. Ха-ха! Ха-ха! Дядя, а ты в шоке, да? О боже Ладно, утром я чуть инфаркт не получила Потому что я пришла сюда и птиц не было То есть они все заныкались куда-то Я думала, что у меня птицы из вольера пропали А они просто все попрятались Грешно смеяться над убонями Но, черт, это очень смешно Куда поставить-то? Ксюша переселила ежа в куриный дом Ну, ежи, ой Да, трогать ежа без перчаток, бесплодных нельзя И кормить его молочком тоже нельзя Еж, это хищник Грибочки, яблочки, это все не про него Только на детских картинках такое бывает Спить Поле одуванчиков Мы приехали выпускать аистов к соседней деревне Ой, господи, аистов Я просто смотрю, что там аист гуляет А я такая, аистов выпускать Да вон там дальше я видела Там Вася, наверное, или Сирис тут из них Короче, выпускать ласточку мы приехали Вот А в этой деревне есть деревенские ласточки Поэтому мы будем выпускать у нас В Красилово я ласточек не видела Вот, поэтому Поэтому в соседнюю деревню, короче, приехали Сейчас воспользовались просто хорошей погодой Потому что у нас тут дожди идут И вот сейчас вроде как раз Плюс-минус так не льет Хотя бы с неба Вот Поэтому будем сейчас выпускать Ну все, можно выпускать Здесь открывается Очень красивая деревенская ласточка Я вот ее вижу, когда она летит А на видео это вообще вот просто Мне кажется, в ближайшие 3 секунды Она раз и растворяется где-то в небе Не, видно, видно, видно Вон она за реку полетела Ну и отлично Мы вернемся через поле Потому что здесь дорогу, конечно Здесь дорогу развезло, да Нет, никогда не стоит Кольцевали, да? Да, кольцевали Кольцевали в белом колечку Кольцевали в белом колечке